Аким Бурабайского района Арай-Садыков отчитался перед представителями средств массовой информации о развитии региона. На брифинге журналисты спросили о резонансном инциденте в Щучинске, убийстве ребенка, которого похоронили во дворе. Также задавали вопросы о некачественных дорогах на территории района, питьевой воде, ветхих зданиях и коллективных спорах на двух коммунальных предприятиях. Представители средств массовой информации, заслушавшие на брифинге отчет о социально-экономическом развитии района, сразу же спросили об ужасном преступлении, которое было выявлено в апреле этого года. Инцидент произошел четыре года назад. Никто не знал о смерти приемного двухлетнего ребенка. Его тело нашли во дворе частного дома. На сегодняшний день идут следственные мероприятия. Как я знаю, органы опеки приходили к ним. Я не могу сейчас никого обвинять. Но вы учитывайте тот факт, что этот резонанс произошел, когда ребенок обратился в больницу с синяками. Ребенок назвал себя именем погибшего мальчика. То есть органы опеки, я не следственный орган, но я могу просто прокомментировать. Органы опеки посещали детей, они были, и там представлялся ребенок этим именем. Журналисты также спросили главу района о коллективных спорах в коммунальных учреждениях. В 2022 году, по-моему, в декабре месяце, было принято постановление Акимата района о смене руководства. То есть ранее это ГКП курировал Акимат района напрямую. Этим постановлением было утверждено, что это учреждение будет курировать отдел жилищно-коммунального хозяйства. В этой связи Галина Пшигуровна должна была заключить договор с отделом жилищно-коммунального хозяйства. Ей дважды предлагалось заключить этот договор. Ее никто не увольнял. Ей предложили, она отказалась. И согласно трудового законодательства, мы с ней расторгнули договор. По словам Акима района Арая Садыкова, руководитель предприятия «Бурабай-Тазалык» неоднократно обращалась с просьбой уволить ее по состоянию здоровья. Позже, когда ей выдали памятку, глава коммунального учреждения попросила продлить договор до июня. Как было отмечено, договор расторгнут в связи с подготовительными работами к отопительному сезону. На брифинге также прозвучала тема весеннеполевых работ. В этом году на территории района будет посажено более 175 тысяч гектаров зерновых культур. Для посева трём хозяйствам оказана государственная поддержка в размере 1 миллиарда тенге.